Жалобы на бородящих собак участились. На днях прошла еженедельная прямая линия мэра Магадана. Жители областного центра рассказали, что нападения животных участились. Люди регулярно нарушают правила выгула собак. Решить проблему кардинально муниципалитету не удается, поскольку федеральное законодательство не регулирует вопрос даже об административной ответственности нарушителей. Мы ждем, что сейчас будут внесены поправки в федеральный закон. Потом президент давал поручение в прошлом году подготовить законопроект, внести в Государственную Думу. Сейчас ждем второе чтение с тем, чтобы получить какой-то инструмент, с помощью которого мы сможем воздействовать на тех хозяев, которые безответственно относятся к содержанию своих домашних питомцев. Еще одна проблема – безнадзорные животные. На решение деньги выделяют. Это отлов, транспортировка и стерилизация. Однако в Магадане всего один частный приют, куда можно отдать такую собаку. Поэтому мест на всех точно не хватит. Мэрия ищет возможность сделать приют больше. Нужно помогать материально. Нужно закупать клетки. Сейчас, кстати говоря, эти клетки неплохо производят в учреждении в колонии на Уптаре. Мои сотрудники находятся сейчас в командировке в Тенькинском районе. Губернатор сказал, что там есть опыт. Поехали изучать этот опыт работы Тенькинского района с тем, чтобы увеличить количество мест в приюте. Мэр Магадана отметил, если вы видите, что собака ведет себя агрессивно, нужно звонить в 112. Стоит рассказать, как выглядит собака, где находится. Специалисты приедут для того, чтобы отловить ее или обездвижить. По статистике, большинство покушанных – дети. В ближайшее время для школ выпустят памятки. Субтитры делал DimaTorzok